Какие картофелеводы получили доходы? Он получил такую урожайность, то цена за все 20 лет была действительно желаемая фермерами, но опять же обманчивая, опять же цена, все мы обрадовали, не все мы, опять же я говорю, вот когда цена у нас хорошая, во-первых у нас урожайность картофеля в том году была 570 центеров с гектара, средняя, да, это очень хорошая. И мы не замечая там какие-то это, как сработали другие, но когда уже начали обзванивать, то из-за плохого качества семян, из-за нехватки удобрений, много факторов, которые повлияли. И я звоню таким же, кто выращивает картофель, спрашиваю, ну цена же хорошая, заработали, начнем с этого. Они говорят, да, а что мы заработали? Урожайность 200, продал по 35, а урожайность должна быть 500. Почем выходит? Так, как было 15-12, так и есть. Он говорит, я в принципе ничего и не заработал, как было, так и есть. И таких вот просто 60 процентов. А у вас 35 в среднем. А у нас 570 центеров в среднем. Нет, а цена 35? А цена в среднем мы начинали там и вообще такая, цена была и 15, и опустилась, но ниже не опустилась, а потом и 20, и 25. Самая высокая цена была 39 рублей мы продавали. Потом уже осенью мы закончили продажу на 32 рубля. А средняя по сезону? Средняя цена, я это не выводил, но я думаю 27 рублей где-то такое, что да. Ясно, ясно. Где-то 27 рублей. Очень привлекательно. Это та цена, которую мы давно сельхозпроизводители заработали. Я почему это говорю, и вот это нужно самое главное говорить. Ждут семеноводы. Но что случилось вот как раз об этом? Даже при том, что как бы радости нет ни у кого, что была цена в том году. Кто заработал? Но я же говорю, у тех, у кого удавления не было, у него урожайность слабая, он не заработал. Ну, как заработал, как обычный год. Многие так и говорят, а что я там заработал? Да так же заработал, как и это. Да. Но тут же палка двух концов. Мы, допустим, мы заработали, да. И что? Радоваться долго не пришлось, да, абсолютно. Да, мы, может, сделали действительно ход хороший, взяли, как бы, накупили. Хороший ход сделали, дай бог, потому что сработали, урожайность хорошая. Мы практически, наверное, по программе 3D докупили, много поменяли техники. Одним словом, у нас мы где-то на 450 миллионов обновили технику и сделали правильно. И автомобильный парк, и докупили техники, потому что кое-что не хватало. Купили пятую линию для картофеля, все. Но обрадовались, да. Думаю, год хороший, все остальное. Но потом это аукнулось очень сильно. И аукнулось не только нам, а всем. Семена начали завозить, если они были 35-27 рублей, там, ну, максимум 40. В этом году мы семена купили, в среднем это 75 рублей. Это вот радость такая вот, раз, радость, да. То семеноводы, я понимаю, они тоже хотят заработать, да. И они все подняли цену. У меня мой заработок, который я заработал, да, уменьшился сразу. Фуры, мы привезли 4 тысячи тонн семян. С центральной России. Со всей России. Фуры подняли цену, если я до Москвы оплачивал машину, 40 тысяч. В этом году 80 тысяч. Вдвое? Вдвое. Если, да, если 80 тысяч, я Устюжинский, допустим, платил, 80 тысяч, в этом году 140. И никто не соглашался вообще везти. Просто вот так взяли за горло, а надо везти. И нанимали, и платили. Одним словом, удобрения. Ну, вот, я читаю ваш журнал, все остальное. Я не знаю, откуда вы данные такие берете. Ну, вот, вранье полнейшее, вот, везде идет. Да, цена была до Нового года, цена, допустим, на селитру такая-такая. И я правильно сделал. Я купил селитру в ноябре. Все удобрения, как обычно, я заготавливаю в ноябре, в декабре. На весь сезон. Да, на весь сезон. И тут же говорят, ну, все, правительство, связи с тем, с тем, селитра будет дешевая. Где она была дешевая? Зачем вот это? Покажите мне вот любого человека, вот как сейчас и по трактору звонил, все. Где была дешевая селитра? Кто увидел ее? Первое, ее весной не было. Ее просто не было, вы знаете, дефицит. Все фермеры, сельхозпроизводители бегали, искали. Говорят, где ты берешь? Я говорю, да я все завез. У меня все есть, все нормально. А потом вот такой ход коммерческий. Потом селитра вроде бы появилась там. Не знаю, власти там кто там пошевелился, все остальное. Но начали продавать же по той цене, даже выше, которую я купил осенью. Тогда вопрос, где эта дешевая селитра? Где эта дешевая селитра? Ее не было, и никакой скидки, ничего не было. Все это полно, вот такой логистический ход, хитрый, коммерческий. Ее просто сперва прикрыли, или, я не знаю, за границу отправляли. Все начали бегать, ажиотаж. А потом просто начали брать, по той же цене, даже выше, которую я брал осенью. И что? Где помощь? Не вижу я помощь. Да, действительно, если говорить там, опять же, вот селитра, привоз, подорожание семян, привоз семян 4 тысячи, подорожание запчастей. Никто об этом не говорит, что все запчасти подорожали. Подорожала вся техника, мы вот просто вовремя купили, наверное, обновили эту технику, все остальное. Но то, что нам не довезли, вот просто не довезли, мы заказали, оплатили 100% в ноябре, в декабре, ну, допустим, приводить комбайн РОПа картофельный, класс трактор и так далее. Их до сих пор, мы вот только сегодня грузовики получили. Но, получая, мы должны доплатить. Там полтора миллиона за машину, миллион там за трактор. И вот, допустим, я заработал 450 миллионов и потратил на технику, там и на все воспроизводство, да, то 250 миллионов, это мне аукнулось, пришлось лишних брать 250 миллионов, чтобы выкупить семена, чтобы перевезти, потому что это катастрофа, а как, надо их перевозить. И вот сейчас я взял, я работаю честно по бизнес-плану, составляется бизнес-план каждый год. Так вот, сейчас у меня на 250 миллионов я выпал с этого бизнес-плана, благодаря вот этим вещам. Имеется в виду кредиты? Ну, я взял больше кредитов. Я же, образно, то, что заработал, составил бизнес-план, беру и есть свои деньги, есть кредитные деньги, для того, чтобы работать 22-й год. Все, я распланировал, все нормально. Ну, в связи с этой обстановкой. Расходы увеличились? Расходы, хоп, увеличились сразу. И что мне делать? Я беру 250 миллионов. И тогда вопрос, я заработал или нет? Нет. Вот о чем речь. Я заработал или не заработал? Я ничего не заработал. И кто-то там пишут в журналах, министры там эти сельского хозяйства, что хороший год был для овощеводов. Где? Назовите хоть одного счастливого. Ну, про эти, хоть одного счастливого назовите. Кто заработал хорошо? Вот все точно так же вляпались, как и я. Но что натворили? У меня, я выкрутился с этой ситуацией, мы посадили картофель, все. А у меня покупали второй сорт, ребята, и сажали второй сорт, и краснодарцы, и все остальное. Это просто второй сорт, мелкий картофель. Да, это аукнется, и она уже аукнулась. Сейчас копают картофель в Краснодаре 130-140 центнеров в гектаре. Это что, он заработает? Не заработает. Где семена-то, да, если... Они семена, кстати, были, но никто не проконтролировал, что вы что-то отпустили настолько стоимость, что простой фермер, вот просто, если не подготовиться, он никогда не купит за 80 рублей, за 70 рублей семена. Да, конечно, он ее не покупает. И они понасажали, вот просто, это и хлама, вот понасажали, деваться некуда было. Я не говорю, многие посадили семена, там выкручиваются, другой вариант, набрали кредитов, так же, как я больше, накупили эти семена, а что дальше? Это просто, вот, мы как залоговая база, мы даже не знаем, как дальше, там, и все остальное. Хотя, вот, сидим, трясемся, все вроде нормально, все остальное. Ну, вот, я смотрю, как град, там, вот, где-то прошел, там, то, то, и страшно становится, потому что запаса вот этого нет. Жирка не осталась. Да, ничего нет. Потому что мы, вот, на полную сработали, у нас ничего нет. И вот, не дай бог, там, что-то с урожайностью, все. Ну, я же, так это у нас крупное хозяйство, когда мы работаем, типа, а что говорит там за других? Да. Что за других говорит? Нет, читаем, все нормально, все завалим картошкой. Почему сейчас в газетах не пишут? Вот вчера я анализ делаю со всей страной, все время созваниваю. Почему никто не пишет, что Белоруссия только посадила картошку 4 июня? И это правда. С большим запозданием. То есть, месяц. Почему не говорят, что Москва, Центральная Россия 3 июня только посадила? Ребята не знали вообще, сажать ее или не сажать. Когда они должны были 1 мая ее посадить? На целый месяц назад. И вот вчера мы с Центральной Россией, вот тут Юрием разговаривали. Он говорит, мы посадили 4, ты представляешь, риск, вот кто посадил, то мы копать должны в октябре, в Москве или в конце сентября, когда морозы уже там и все остальное. Вот вы всегда говорили, что у вас лучшая мировая техника, вы на нее ориентируетесь в картофелеводстве в частности, да? Ну, не только в картофелеводстве. И вот сейчас вы уже затронули эту тему, часть компании ушла из России, и как вам видится, что будет с запчастями, или уже есть с расходниками на эту импортную технику? Удается достать эти запчасти? Или у вас есть запас? Точно так же, вот самое интересное, что кому-то нравится, кому не нравится то, что я говорю, но это их дело. Я от себя это говорю, и за эти слова отвечаю. Дело в том, что вот тут катастрофа, а что все за глазами закрытыми ездят по России? У нас вся Россия зеленая. Вот вся Россия, я не буду уже говорить там, Воронежская область, вся Россия зеленая. В каком смысле? Это классы и джандиры, трактора и комбайны. Вся зеленая. Тогда вопрос, а где тогда Акрос, где Россельмаш, которые говорим это, или тоже Полесье белорусское. Потому что качество, ну Акрос может, и уже там вот последние там отзывы, может быть и неплохие. Но давайте заглянем в комбайн. Комплектующие все из-за границы, фильтра обслуживания, все импортное. Почему Россельмаш без... Вот сейчас, мне понравилось, недавно с Россельмаш, один выступил, у нас на складах хватит завезенных из-за границы запчастей на ближайшее время. Вот такое и говорить не надо. Позорище. А дальше что делать будем? Вот что дальше делать будем? Все, станет Россельмаш и все остальное. У нас хватит завезенных запчастей на ближайшее время. Дальше что делать будем? Вот на сегодняшний день, вот самое страшное, да, у меня импортная техника. И на сегодняшний день там, к сожалению, отечественных тракторов нет, которые могли бы, благодаря импортной технике, вот тем же классам, джандирам, наработка по 20 тысяч часов без ремонта, у нас такой техники нет. Второе, у них классификация, о чем я сейчас говорил, представителю Кировского Санкт-Петербурга завода. Потому что у нас модификация, один Кировец, ну, лошадей только, извиняюсь за выражение, мощность меняется, там 320 лошадей, там 350-400, но они все пахари, они в одной оболочке, они все пахари, так у нас называют. А где классификация, которая работает в поле с овощами, на узких дисках, для выращивания лука, для посева лука, для картофеля обработки, где? У нас нет. Это вот классификация, как у класса, у Джандира, у них есть там 120 лошадей, 140, заменяются диски, ставятся на узкие, там, он приспособлен для, вот именно для посева, овощей, там все, у нас нет. Говорят, МТЗ, МТЗ, сейчас настолько изгадилось, что, он, вот мы последний раз купили, три года назад, 10-25, нам заменили сразу двигатель, заменили мосты, а я говорю, зачем такой трактор? Ну, он стал дороже, он же стоит 4 миллиона уже почти, и что толку? Мы не берем, конечно, китайские, у нас даже китайские джандиры работают, как мы их называем, производство в Китае, вот уже по три года работают, слава богу, все прекрасно, и все это. На сегодняшний день, не из-за того, что мне хочется, там, вот у нас, как это, как за войну, вот по-разному, так и у нас, говорят, надо же быть патриотом, а я говорю, а я и есть патриот, я живу здесь, строю здесь, покупаю, бог с ней, эту импортную технику, но она у меня так пашет, в два раза, или в три раза больше, чем работало бы и тот же МТЗ, или там тот же Кировец, потому что у нас на сегодняшний день, широкопрофильного, как бы сказать, техники нет, и качественной техники нет, вот за это нужно браться, так как президент говорит, что надо серьезно браться, и в ближайшее время, потому что, если будет проблема с запчастями по импорту, то это будет во всей стране проблема, во всей стране, ни в одном... А у вас не предвидится, то есть вы себя без опыта... Ну, да, слава богу, слава богу, что я осенью поменял почти всю технику, по программе 3D, я ее поменял, и я уверен, вот даже если надеяться, то лучше надеяться на Джандир, и на Клащ, чем на МТЗ, и другое, поэтому Джандир требует ремонта, там, текущего, это 12-14 тысяч моточасов, это там форсунки, регулировка, и другое, все остальное, наша техника столько не выходит, никогда в жизни, 5 тысяч моточасов, и уже МТЗ в ремонт, уже в ремонт, и это деньги, но самое поразительное, я не спорю, можно и ремонтировать, но на МТЗ уже дефицит запчастей, точно так же, мы где, да, живем, вот о чем речь, или на Кировце, вот ребята рядом, Кировец поломался, запчаст привезти, две недели, вот такое ощущение, тот человек, который там, они не соображают, что две недели простоя трактора, в сельском хозяйстве, это повеситься надо, как будто из-за границы, да, а с Германией, мне сейчас везут, за 10 дней, да, за 7 дней, или откуда, все равно везут, и там, через другие страны, и все остальное, поэтому, вот тут сказать, на сегодняшний день, я и говорил, и буду говорить, да, вот тут надо, говорить правду, говорить правду, и тому же, министру сельского хозяйства, и тому же, президенту, что, на сегодняшний день, надо серьезно браться, и выпускать, нашу хорошую, отечественную технику, разносортную, и по мощности, и по классификации, чтобы они могли, хотим овощи выращивать, для овощей, хотим поливодством заниматься, для поливодства, хотим пахать, целину, и там, большие поля, ради бога, Кировец, пускай пашет, ну, и все, а у нас сейчас ничего нет, нету. Да, Николай Николаевич, мы уже затронули, что по стране, по данным медсельхоза, площади под картофелем, выросли в этом году, вы тоже увеличили немножко, площади под картофелем? Мы увеличили за счет того, что весной, это же вот как говорят, весной мы должны были посеять, 350, мы посеяли, 350 гектаров лука, из них, вот около 150-170 гектаров, выдуло, и в том году, тоже была такая проблема, 60 гектаров выдуло, и мы попробовали пересеять, но не получили все равно, после посева вторичного, хороший урожай, но еще остановило то, что, и мы просто увеличили картофель, потому что картофель, все равно в цене, всегда выше, чем лук, в этом году пока, вот сейчас там говорят, ранний лук вроде есть, но, сколько его будет, и как будет, поэтому мы быстренько, на эту площадь, где выдуло ветром, мы дополнительно посадили картофель, и общая площадь, 1500 гектаров у нас картофеля, в этом, так и остается самое большое картофельное поле Ростовской области, страны, и страны, конечно, и если по продоволке считать, да, великолепно, великолепно, вот не знаю, не слышал, что много приезжают, семены, в Богородицком, допустим, в Туле, да, есть там, они семенами серьезно занимаются, ну, у них большие площади, ну, если сравнивать, может, в Белоруссии, там, в Белоруссии есть, там одно хозяйство, я слышал, что-то 2000 гектаров картофеля, ну, одним словом, 1500 это большая площадь картофеля, это очень, очень прилично, и скажите, по ценам, какие ожидания в этом сезоне? Странные, странные? Да, о чем я и говорил, потому что ухали, там ахали, ну, вот Краснодарский край, начал уборку урожая, 50-60 рублей, потом 40 рублей, потом 32 рубля, позавчера в Краснодаре грузились, ну, как они говорят, покупатели, качество картофеля плохое, и уже покупали, грузились по 22 рубля. Это середина июня. А это меня абсолютно не устраивает. А вы, судя по затратам, вот, в связи со всем, себе стоимость, должна быть, сегодня, сегодня себестоимость картофеля, вот, на камеру говорю, везде, вот, у нас посчитано, мы работаем, как бы, это не хвальба, а мы работаем в белую, почему? Потому что бизнес-план у нас самый четкий, и это я могу сказать всем, самый четкий. Так вот, затраты на один гертар картофеля в том году составил, в связи с этой вот обстановкой, со всей, 450 тысяч на гектар. Лук еще больше, в том году, 530 тысяч. Те, которые не считают, там, налоги не платят, скрывают, там, от фонаря, говорят, там, а, 250-300 тысяч, затрат, все, нет, это точные цифры, мы можем дать полностью затраты. И себестоимость сейчас в связи с этим, о чем я вам перечислили, это поднятие цены на семена, перевозка, удобрения подорожали, запчасти подорожали, техника и все остальное, вот у нас сейчас себестоимость слаживается картофеля, 14 рублей. То как я ее должен продавать за 12? То как я ее должен продавать, если, допустим, ранний картофель он дает, да, он дает 250 центеров, 300 центеров ранний картофель, там, ну, максимум 350, почему я должен его продавать по 20 рублей? вы сами уже сразу так умножить, если нам начинать, то нужно 40 рублей, 35-40 рублей, это надо начинать. Ну, конечно, потом урожайность растет, другие сорта могут и 400, и 500, но и цена там, тогда мы согласны 25-27, допустим, но тогда это оправдывает, то, что мы делали, и там будем делать, вот, поэтому пока сильно радости нет, но будем смотреть, что будет дальше. За счет качества. За счет качества и за счет урожайности, дай бог, чтобы мы все получилось и выжили. Субтитры создавал DimaTorzok,